Сто лет назад, 21 января 1924 года, перестало биться сердце нашего самого великого земляка, вождя пролетариата, руководителя первого в мире социалистического государства Владимира Ильича Ульянова-Ленина. В дань памяти депутат Государственной Думы, первый заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин, который прилетел в Ульяновск с официальным визитом, вместе с губернатором Алексеем Русских, возложили цветы к памятнику Ленина и провели митинг. Я не первый раз в Ульяновской области, и для нас очевидно, что в день старейки памяти у Владимира Ильича Ленина это действительно, с одной стороны, траурный, с другой стороны, памятный, важный день, когда сотни тысяч жителей не только нашей страны, но и всего мира вспоминают о великом Ленине. Владимир Ильич, наш великий земляк, это выдающийся политический деятель 20 века, основатель партии большевиков, основатель советского государства. Он оставил нам с вами огромнейшее наследие, и наша с вами задача – это наследие не только сохранить, но и рождить и ремножить. Почетный гость принял участие в открытии выставки «Ленин. Рождение образа», где некоторые экспонаты представлены впервые. Открывая выставку, Юрий Афонин подчеркнул исключительную современность Ленина. Губернатор Алексей Русских в своем выступлении назвал Владимира Ильича Ленина самым ярким политиком 20 века и выразил уверенность, что выставка будет способствовать формированию правильного отношения к нему современных жителей России. Затем губернатор Алексей Русских и Юрий Афонин проинспектировали, как идет ремонт в Ленинском мемориале. Этот грандиозный комплекс был построен в советское время, к столетию со дня рождения Владимира Ильича Ленина. При сооружении было применено много инновационных решений. Конечно, сегодня при реконструкции возникают определенные технологические проблемы. Тем не менее, реконструкция мемориального центра продвигается. Были отреставрированы окна, перила лестниц, внутреннее гранитное покрытие. Одной из важных точек в программе визита первого заместителя председателя ЦК КПРФ Юрия Афонина в Ульяновск стал посещение Дома-музея Владимира Ильича Ленина, который открылся в этот памятный день после ремонта. Во время разговора с журналистами он напомнил, что Ульяновская область для него не чужая. Здесь живут родственники по материнской линии. У нас, в нашей стране, богатая история. Эта богатая история должна служить развитию нашей страны. Все лучшее надо брать для того, чтобы уверенно смотреть вперед. И Россия занимала в идущее положение в мире так, как у войны она была ввода Советского Союза. Поэтому мы благодарны и сотрудникам музея. Но, конечно, очень важно, что управленческая команда Алексея Юрьевича, русских, наших товарищей из Ульяновской партийной организации многое делали для того, чтобы это наследие развивалось и сохранилось. Губернатор Алексей Русских рассказал о планах правительства по сохранению исторического наследия. Буквально недавно здесь были завершены работы по ремонту. Вы видите, сейчас обновлены интерьеры, полы сделали, окна, котловки это монтировали. Ну, совершенно другой вид этого работы. Дальше будем продолжать. Побывали сегодня в квартире семьи Ульяновых. То же самое, постоянно проводим косметические ремонты. И огромная работа ведется по реконструкции Ленинского мемориала. В наших планах в 2024-2025 год полностью завершить все работы. В книге отзывов почетных гостей музея Юрий Афонин оставил слова благодарности за большую работу по сохранению и развитию ленинского наследия, а также пожелания дальнейших успехов. Ирина Антонова, Геннадий Бухтаяров, Уллправда ТВ.